Добрый день, дорогие друзья! В эфире программа «Якутск. Сегодня» за режиссёрским пультом Марии Новгородовой и Ольгой Степановой, микрофонный редактор Сергея Антонова. В сентябре 2019 года в городе Якутске начал свою работу городской офис центра «Мой бизнес». Начало его работы стал тогда знаковым событием для всего бизнес-сообщества Якутии. И на сегодня можно говорить, что это действенный инструмент, где представителям предпринимательства оказывают поддержку в режиме одного окна. Что изменило его появление в работе якутских представителей бизнеса? И какую помощь могут получить опытные предприниматели и те, кто только желает постичь основы предпринимательства? Чтобы получить ответы на эти и другие вопросы, сегодня мы пригласили в студию прямого эфира следующих гостей. Итак, это директор центра поддержки предпринимательства, заместитель генерального директора центра «Мой бизнес» Наталья Альбертовна Харенко. Добрый день. Добрый день. И предприниматель, владелец частного детского сада «Улыбка», руководитель Республиканской общественной организации «Дети Якутии» Валентина Жановна Старцева. Добрый день. Добрый день. Дорогие друзья, напоминаем, что наша программа выходит одновременно на телевизионном и радиоканале НВК САХА. Мы работаем в прямом эфире. Телефоны нашей студии 320066 и 321166. Пожалуйста, звоните и задавайте свои вопросы. Ну что же, а мы начинаем наш разговор. И первый вопрос я хотела бы задать Наталье Альбертовне. В современной России развитие предпринимательства является одним из государственных приоритетов. А поменялось ли к нему отношение в обществе? Вы знаете, я думаю, что, конечно, поменялось. Бесспорно. Если смотреть вообще историю развития предпринимательства, мы с вами, конечно, каждый из нас знает, что были меценаты, были купцы, которые начинали большое дело в России, развивая предпринимательство, купечество как таковое. Но потом, к сожалению, были не самые лучшие времена для нас, для предпринимателей, для тех людей, которые пытались увеличить благосостояние своей семьи. И вот, наконец-то, потом уже в постперестроечный период все это возобновилось. И, конечно, очень сложно приходилось тем людям, которые начинали, к сожалению, свой бизнес в очень нестабильный период времени. Ну, наверняка, у каждого из нас в семье были те люди, которые лишились работы по той или иной причине, которые пытались начинать первые шаги в бизнесе, к сожалению, не с обучения, как это должно быть, а с того, что приобретали большую клетчатую сумку и становились челноками. Это было так. И поэтому, конечно, у всех остальных, кто оставался работать в качестве наемного сотрудника той или иной организации, у них эти люди вызывали либо раздражение, либо зависть, потому что зарабатывать достаточное количество денег в тот период было очень сложно. И вот только сейчас, постепенно, с каждым годом, по крупицам мы собираем этот образ замечательного человека, которого я, например, считаю вообще предпринимателя, человека-героем. Это человек, который не боится экспериментировать, человек, который стрессоустойчив, человек, который, несмотря ни на что и вопреки всему, может добиваться тех целей, которые сам перед собой умеет ставить. Это стоит все очень дорогого, и поэтому, конечно, этому надо учиться. И благодаря этим замечательным людям в нашем обществе действительно формируется уже образ позитивный относительно предпринимателя. Конечно, все меняется, и это здорово. Давайте напомним, каковы основные задачи центра и какие виды помощи сегодня оказываются нашим предпринимателям. Да, вы знаете, вообще очень здорово, что в нашу жизнь вошли так называемые национальные проекты. Вот я всегда об этом говорю и не устаю говорить об этом. Потому что наш регион, конечно, самый большой, я очень горжусь тем, что живу в республике Саха-Якутия, но он и самый отдаленный, по сути дела. И мы всегда прямо чувствовали, что, конечно, москвичам хорошо, у них все близко. Вот, конечно, в Питере такая хорошая транспортная система, а до нас пока эта информация дойдет. То есть вот такие разговоры, они еще были 5-6-7 лет назад вполне обыденными вещами. И вот сейчас, когда в нашу жизнь пришел, ну, конечно, скоростной интернет, конечно, в нашу жизнь пришли очень хорошие, многие позитивные вещи, но нацпроекты сделали очень хорошие прорывные точки. Потому что унифицировано отношение федерального центра ко всем регионам нашей огромной страны России. Потому что такой же проект реализуется и в Черябинске, и в Самаре, и в Ростове, и во всех остальных других регионах нашей страны. Поэтому, конечно, такие же центры «Мой бизнес» открыты и во всех остальных больших городах. Поэтому, конечно, очень здорово, что у нас есть возможность нашим предпринимателям, либо тем людям, которые собираются только ступить на этот сложный путь, у нас есть возможность оказывать целый комплекс услуг. И вот те задачи, которые перед нами ставит, перед нашим Министерством предпринимательства, торговли и туризма ставит Министерство экономического развития Российской Федерации, они тоже, в общем-то, вполне достижимы, справедливы и унифицированы. Поэтому центр «Мой бизнес» — это очень универсальный механизм, который оказывает всевозможные услуги бизнесу. Если вы хотите получить имущественную поддержку, это в центр «Мой бизнес». Если вы хотите получить бесплатное консультирование, это тоже в центр «Мой бизнес». Если вы хотите пройти обучение по бесплатным программам, вы не поверите, это тоже в центр «Мой бизнес». Если вы хотите получить сопровождение ваших проектов, выращивание своего проекта, это тоже в центр мой бизнес. Поэтому весь комплекс услуг, причем у нас нет ограничений, и один человек, который прошел, например, бесплатное обучение, может в этот же год претендовать и на другую форму, на другую меру поддержки, даже на финансовую. Поэтому я, пользуясь возможностью, приглашаю, конечно, всех, кто только задумался впервые, чтобы стать на этот путь, приходите в центр мой бизнес, получите бесплатную консультацию, и вам дадут ту самую путевку, по которой вы сможете пройти по разным, не инстанциям, а внутри даже одного помещения, внутри одного центра мой бизнес, получить комплекс всевозможных услуг, которые вам позволят в таком щадящем режиме начать свое дело, и даже открыть свое дело, стать самозанятым. Можно у нас абсолютно бесплатно, не покидая стен, в центре мой бизнес. Идти к своей мечте, можно так сказать. Да, конечно, идите вместе с нами. Для многих предпринимателей наступили, как мы знаем, непростые времена, да, многим пришлось даже переформатировать свой бизнес. А вот как отреагировал центр на пандемию? Ну, конечно, мы тоже переформатировали полностью свою работу, потому что все проекты, которые у нас реализовывались в очном, в оффлайн-формате, они абсолютно четко в течение двух последних лет, они переведены были в онлайн-формат. То есть мы сделали все возможное для того, чтобы любой человек в нашей республике не чувствовал свою оторванность, не чувствовал свою ущемленность в тех или иных правах получить эту поддержку. Поэтому у нас сейчас есть в двух ипостасях, и очно, и дистанционно мы оказываем все услуги. Поэтому, конечно, мы переформатировались. И у нас сегодня в студии находится предприниматель, да, Валентина Жановна. Я знаю, что вы уже давно работаете в сфере предпринимательства. Расскажите нам, пожалуйста, с чего и как начинался ваш путь? Ну, путь начинался, конечно, элементарно, как у всех, с регистрации предпринимателя, с поиска помещений. У меня частный детский сад. В 2009 году это был очень сложный момент становления, поскольку дошкольное образование как частный сектор у нас совершенно не было развито. Это была новая ниша. Работать было сложно, да. Не хватало действительно знаний, не хватало опыта. Все поначалу набиралось своим опытом, своим трудом, уезжала, училась на курсах. Позже познакомилась тогда еще, тогда у нас была бизнес-школа, которую руководила Наталья Альбертовна при Министерстве предпринимательства. Там в бизнес-школе представлялись тогда разные курсы. Это даже были курсы переподготовки, курсы повышения квалификации. То есть, ну, достаточно такой спектр интересный и полезный, да. И также приглашались специалисты, эксперты из разных областей. Мне доводилось в нескольких курсах принять участие. Со временем таких вот организаций, как у меня, частных детских садов, становится немножко больше. Два, три, вот в 2009-м три буквально, вот так вот в 10-м, ну, по одному стали появляться детские сады. Уже появилась конкуренция, можно сказать. Вы знаете, как ни странно, конкуренция появилась. Конкуренция вообще понятие такое обширное для бизнеса, оно есть всегда, да. Всегда рядом с нами. Но наша ниша, она настолько удивительная. Мы работаем с детьми, и оказалось, что мы все настолько единомышленники, что мы стали дружить. То есть мы сперва просто стали дружить. Мы стали учиться вместе. Каким образом? Мы делали заявки в бизнес-школу. А давайте для дошкольников, частников проведем курсы поваров. Бизнес-школа нам отрабатывает эту заявку и проводит курсы поваров. Но на одного человека же курс не сделаешь. Таким образом мы команду нашу собирали, проводили курсы поваров, курсы, может быть, менеджеров. Кто на что хотел тогда обратить внимание для своего бизнеса. То есть спустя определенное количество времени в 2012 году пришла такая идея у меня лично объединиться и создать общественную организацию. То есть в 2012 году у нас общественная организация начинала с пяти человек. Нас было пять человек. Что мы делали? Мы обучали свой персонал также. Также консолидировано всех вместе. Мы проводили совместные конкурсы, мы проводили совместные мероприятия для того, чтобы общественность начала доверять частному образованию. Это все-таки ниша была настолько зыбкая. Помещения были у нас в основном арендованные. То есть как-то там разгуляться, сделать обширный ремонт было невозможно. Чуть позже мы начали выкупать эти помещения. То есть когда помещения стали появляться в собственности, у нас появилось больше возможностей. Мы детские сады уже начали приводить в достаточно высокий уровень, высокий уровень оснащения. На сегодняшний день, к примеру, у нас 23 предпринимателя, и на всех на нас порядка 600 сотрудников. И мы этих сотрудников каждый год объединяем, обучаем. Требований к дошкольному образованию очень много. То есть это вплоть до организации охраны труда, пожарной безопасности, первой медицинской помощи. Особенно сейчас, в период пандемии, мы эту первую медицинскую помощь, естественно, прошли сразу после локдауна. То есть бесконечный вот этот поток обучения идет. Мы точно так же дружим, продолжаем. Уже когда центр «Мой бизнес» появился после бизнеса... Объединил все под своим крылом. Объединил все под своим крылом. Мы также продолжаем сотрудничать. Очень много вебинаров. Действительно удобная схема. Почему? Для наших специалистов. Без отрыва от производства. Без отрыва. То есть не нужно отпрашиваться, брать отпуска, уезжать. Раньше мы старались их отправить. Сейчас в период тоже сложных переездов нам это очень удобно. А педагоги, они должны развиваться бесконечно и постоянно. Просто повышение квалификации у них не прекращается. Это зависит и от качества их предоставляемых услуг, и от их профессионального роста. Поэтому мы с удовольствием работаем в центре «Мой бизнес». Я была приятно удивлена, что мне предложили стать амбассадором центра «Мой бизнес». Что для меня это дало? Естественно, я стала знакомясь с всё своё окружение, с всеми услугами центра «Мой бизнес». Потому что оказывается так, что люди иногда заняты и не умеют проследить, не вовремя не могут проследить. Я могу рассказать об этом подробнее ещё. Хорошо. О работе амбассадора мы поговорим в следующей части нашей программы. Ну что же, дорогие друзья, сейчас вас ждёт блок рекламы, после чего мы вновь продолжим наш разговор. Не переключайтесь, оставайтесь с нами. Сегодня мы говорим о деятельности центра «Мой бизнес». Дорогие друзья, мы продолжаем нашу программу. И сегодня мы говорим о работе центра «Мой бизнес» в Якутии, что изменило его появление в работе якутских представителей бизнеса и какую именно помощь могут получить опытные предприниматели и те, кто только открывает своё дело. Итак, напоминаем, что наша программа выходит одновременно на телевизионном и радиоканале НВК «Саха». Мы работаем в прямом эфире. Телефоны нашей студии 320066 и 321166. И я напомню, что гости нашей студии – это заместитель генерального директора центра «Мой бизнес» Наталья Альбертовна Харенко и предприниматель, владелец частного детского сада «Улыбка» Валентина Жановна Старцева. Валентина Жановна, давайте продолжим наш разговор. Я знаю, что вы являетесь амбассадором центра. Что это означает для вас и в чём вы видите свою основную миссию? Свою основную миссию я вижу в том, что как можно больше предпринимателей привлекать вообще к услугам центра «Мой бизнес». То есть я знакомлю предпринимателей, некоторые действительно не слышали или не знают, или им непонятен вот этот формат «Всё в одном окне». То есть люди, которые зарегистрировались несколько лет ранее, они привыкли, что приходится бегать от одного к другому из налоговой в фонд социального страхования или ещё куда-то. А сейчас это всё можно сделать в центре «Мой бизнес». Также в центре «Мой бизнес» можно, я, допустим, пользуюсь этим обязательно, провести какие-то конференции, встречи, мероприятия. То есть прекрасные конференц-залы имеются, прекрасное оборудование и интерактивное оборудование, можно онлайн-встречи проводить там же. И даже на месте «Центр мой бизнес» либо вместе с центром можно проводить обучение. И я как амбассадор также очень много рекомендую вебинаров и ряд обучений, которые проходят просто непрерывно в программе «Центр мой бизнес». Хорошо. Одним из направлений центра является оказание информационной поддержки для наших предпринимателей, обучения. Что нового вы им предлагаете? Да, ну говоря вообще о информационной поддержке, я сразу хочу сказать нашим зрителям о том, что вся информация находится в открытом доступе абсолютно для каждого человека. И даже если у вас нет возможности по каким-то причинам прийти к нам офлайн, вы можете всегда зайти на очень удобный ресурс. Это портал b14.ru. Даже если вы в поисковой строке просто напишите «Портал поддержки предпринимательства Якутск» выйдет абсолютно точно наш сайт, наш портал, где будет вкладка «Поддержка». Вы ее открываете и смотрите, очень подробно описано. Вся информация абсолютно обо всей поддержке. И вы сможете адекватно оценить, на что вы можете претендовать, например, в этом году. Но кроме этого есть еще горячая линия. Можно позвонить и абсолютно бесплатно узнать всю необходимую информацию, задать вопрос нашим консультантам, которые у нас работают очень профессионально. Я вам напомню номер телефона. Запишите, пожалуйста, он очень легкий. 8 800 100 ровно. 58 80. Поэтому звоните, используйте все ресурсы, которые есть. И я думаю, что те двери, в которые мы постучали, нам точно откроют. А по поводу нового в образовательной, конечно, у нас очень много всего нового. Образовательная поддержка – это, наверное, самый гибкий механизм, который очень четко реагирует на запросы тех людей, которые приходят к нам учиться. В любом случае, каждый человек, оффлайн или онлайн, он отучился, мы ему даем анкету, выходную анкету, в которой он может указать ту программу, которая ему наиболее понравилась, которая для него была наиболее полезной. Он может указать на перспективу, по какому направлению он бы еще хотел пройти обучение. И вот сейчас, конец года, 21-го, мы готовимся уже к 22-му. И, конечно, мы пытаемся подобрать те программы, которые абсолютно точно удовлетворят все потребности наших слушателей, наших предпринимателей. То есть вы уже получаете обратную связь со своими слушателями? Конечно, каждый слушатель имеет такую возможность, и у нас формируется определенный пул предпочтений, и на основе них мы уже готовим проекты на следующий год. Вот такой вариант. Ну и есть, конечно, очень такие традиционные, качественные, хорошие продукты корпорации малого и среднего предпринимательства. Это федеральный уровень. Реализовывать эти программы может далеко не каждый, но преподаватели центра мой бизнес, они имеют такое право, они сертифицированы, и они работают по утвержденным корпорациям СП и Министерством экономического развития программам. Два базовых основных курса, я хочу, чтобы вы услышали еще раз об этом. И если вы увидите объявление о том, что производится набор, вы должны первое понимать, что это бесплатно. Второе, вы должны обязательно понимать, на какой курс вам нужно обратиться. Если вы только собираетесь стать предпринимателем, либо первый год, второй год только ведете свой бизнес, и у вас нет наемных работников, записывайтесь смело на такой проект, как Азбука предпринимателя. Он длится всего пять дней, целую неделю, по сути дела, без выходных. Обязательно записывайтесь, он очень полезен. И если вы уже действующий предприниматель, если по каким-то причинам вам не нравится то, что происходит с вашим бизнесом, если вы хотите продвижения вперед, записывайтесь на курс школа предпринимательства. Он проводится не так часто, как Азбука, поэтому следите за нашими анонсами. Они обновляются у нас каждую неделю. Поэтому я думаю, что каждый человек, который хочет для себя найти рациональное зерно и найти тот объект, которому он хочет обучиться, он всегда это сможет сделать на базе центра «Мой бизнес». Очень широкий спектр, более 20 программ мы в этом году реализовывали, и на следующий год, вероятнее всего, будет примерно такое же количество. И все они бесплатные. Поэтому пользуйтесь своим правом, возможностями. И знаете, я еще заметила, тот человек, который в начале года, например, прошел обучение по какой-то программе, он от нас не уходит. Он возвращается на другие проекты. Да, да, да. И у нас вот мы сейчас подводим итоги и понимаем, что некоторых людей мы вживую не видели, потому что в основном онлайн были проекты. Но эти имена я абсолютно точно узнаю, я их знаю, я их уже скучаю по людям, если они не пришли на какой-то курс. То есть такое бывает, конечно. Вот такой вопрос. Можно ли научиться разрабатывать бизнес-план на ваших курсах? Потому что это, наверное, самая большая сложность, которую испытывают те люди, которые хотят осуществить свою мечту, свою задумку. Это вот базовый навык. Действительно, вы знаете, вот сейчас очень большой соблазн есть у предпринимателей, потому что аутсорсинг сделал свое дело. У нас, если... Многие предприниматели говорят, зачем мне учиться разрабатывать бизнес-план? Если я могу заплатить деньги, мне это сделают. Зачем мне нужно ввести свой бухгалтерский учет, основу бухучета изучать, если сейчас есть компании, которые легко это делают? Коллеги, конечно, очень здорово, что все это есть. И что государство, заботясь о вас, предусматривает такие меры поддержки. Они у нас тоже есть. Министерство предпринимательства, торговли и туризма. И в этом году тоже позаботилось о вас. И у нас такая мера поддержки была. Можно было абсолютно бесплатно получить готовый бизнес-план, который разрабатывают опытные специалисты. Но уметь читать этот бизнес-план, корректировать его со временем, потому что бизнес-план — это документ, который не статичен. Он меняется. Валентина Жанна наверняка подтвердит мой опус, мое обращение к вам. Поэтому вам нужно уметь его читать, вам нужно уметь его корректировать, подгонять под ту ситуацию цифры, которые вы сейчас находите, экономическую даже ситуацию, либо вашу личную. Поэтому научиться этому, конечно, можно. Вот этот курс «Базовый азбука предпринимателя» либо «Начни свой бизнес», такой курс тоже у нас есть. Вы можете смело записываться, мы вас научим в рамках этого курса разрабатывать бизнес-план. И даже если вы его потом закажете кому-то, заплатив большие деньги, вы точно сможете грамотно принять работу у ваших исполнителей. Валентина Жанна, я как раз-таки хотела обратиться к вам с вопросом. Я знаю, что ваши сотрудники в этом году прошли обучение по азбуке предпринимателя. Как вы считаете, зачем это нужно им? Считаете ли вы необходимым? Почему? Да, я посчитала это необходимым, потому что в любом предприятии, ну в моем предприятии, помимо педагогического состава, кто работает чисто с детьми, работают еще и управленцы. То есть эти управленцы, они должны быть со мной единомышленниками, они должны быть со мной партнерами. И чтобы они так же, как я, прекрасно понимали, из чего состоит бизнес, все его основы, я их записала в этом году на курс азбука предпринимателей. Там действительно обучали составлению бизнес-плана, основам каким-то бухучета, потому что сотрудники должны понимать, как формируется вообще доход, как формируется финансовая часть, как планировать ее и как правильно тратить. Потому что просто запрашивать, писать требования руководителю, нам надо вот это, да, это одно. То есть финансовое планирование они должны понимать. И эта азбука предпринимателя дала некоторые азы, очень правильные азы. Ну и потом, мы не держим людей, не привязываем, они могут сами отделиться когда-то, получив у нас достаточно навыков, и открыть свое дело, стать нашими партнерами уже внешними. Таким образом мы сотрудничать будем дальше. Образовательный проект «Мама-предприниматель» направлен на развитие женского предпринимательства. И что в результате обучения получают наши мамочки? Расскажите об этом. Знаете, это уникальный проект. Инициатива проведения этого проекта «Мама-предприниматель» была продиктована самой жизнью. Потому что очень много девочек, которые находятся по уходу со малышами, которые только ждут появления малыша в семье, они иногда задумываются, стоит ли им возвращаться на прежнее место работы. И многих посещает мысль, не открыть ли свое дело. И они начинают у себя дома на кухне печь тортики, вязать что-то крючком и пытаться продать через Инстаграм. И таким образом формируется определенный пласт теневого бизнеса. Мы с вами понимаем, что это не есть хорошо для экономики нашей страны. Поэтому очень здорово, что у нас появился такой налог, как самозанятость, да, вообще такая форма. И вот сейчас все эти мамы, эти девочки, которые хотят выйти из тени, которые действительно, может быть, и не вернутся на свои прежние рабочие места, у них есть такая возможность войти в бизнес очень легко, в очень щадящем режиме. Корпорация малого и среднего предпринимательства, Министерство экономического развития Российской Федерации, такой курс придумали. Он реализуется уже, по-моему, четвертый год. Он был всегда только в оффлайн-формате. Мы набираем, в каждом регионе набирается всего 35 человек, но Республика Саха-Якутия бьет все рекорды абсолютно. Вот если сравнивать, сколько человек заявилось, он заявил о своем желании на этом курсе учиться, Якутия была самым многочисленным количеством. Мы за 200 перевалили. Вот ни в одном регионе не было такой популярности у этого курса. Поэтому в этом году мы решили, несмотря на пандемию, мы решили удовлетворить всех желающих и сделать его республиканским. То есть было два. И федеральный, где Валентина Жанна была членом жюри, да? И в этом году совсем недавно мы завершили онлайн-обучение, где взяли всех желающих мам и провели этот курс в дистанционном формате. И вы знаете, я очень была довольна тем, что многие девушки говорили о том, что если бы не такой формат дистанционный, они бы не смогли приехать на две недели, отрываться от малышей, от бизнеса. Даже если он нелегальный, все равно он бизнес. Поэтому очень сложно. И вот теперь мне кажется, что очень хорошо, что такие проекты реализуются в нашей республике и дают возможность легко в щадящем режиме войти в бизнес. Хорошо. И это действительно здорово, дорогие друзья. Вы смотрите программу «Якутск. Сегодня», и мы говорим о деятельности центра «Мой бизнес», о том, как можно стать предпринимателем. Сейчас вас ждет небольшой блок рекламы, после чего вновь продолжим наш разговор. Не переключайтесь, оставайтесь с нами. Дорогие друзья, мы продолжаем нашу программу. И сегодня мы говорим о работе центра «Мой бизнес» в Якутии. Что изменило его появление в работе представителей бизнеса? Какую именно помощь могут получить опытные предприниматели и те, кто только желает начать свое дело? Итак, я напомню, что гости нашей студии сегодня заместитель генерального директора центра «Мой бизнес» Наталья Альбертовна Харенко и предприниматель, владелец частного детского сада «Улыбка» Валентина Жановна Старцева. Итак, напоминаем, что наша программа выходит одновременно на телевизионном и радиоканале НВК «Саха». Мы работаем в прямом эфире. Телефоны нашей студии 32 00 66 32 11 66. Стать ближе к предпринимателям из районов, чтобы у них были такие же возможности, как у коллег из центра. Удается ли вам выполнять вот эту трудную задачу? Конечно, удается. По крайней мере, очень мы стараемся сделать так, чтобы действительно у каждого предпринимателя, даже в самой отдаленной территории, были такие же самые возможности, как и у жителей города Якутска. У нас по состоянию на начало прошлого года у нас было 15 наших филиалов, центров «Мой бизнес» по территории республики Саха-Якутия, и в этом году уже открылось три новых. Мы очень гордимся этим, очень рады, что в Ленске, в Чуропчинском и самом отдаленном Оленелокском районе у нас появились вот такие филиалы, где теперь каждый из предпринимателей чувствует поддержку опытного специалиста и может получить все же те же самые сервисы, которые имеют возможность получить жители центральной Якутии. Я знаю, что буквально на днях у вас завершилась республиканская олимпиада по креативному предпринимательству. Кто принимает в ней обычно участие и вообще в какой форме проходит олимпиада? Большое спасибо вам за вопрос, потому что это детище, которое родилось действительно в кулуарах министерства, и это произошло 12 лет назад, далеких 12 лет назад, и первые наши победители уже сейчас взрослые люди, которые ведут свой бизнес. Поэтому очень важно... Мы всегда понимали, что легче научить, чем переучивать. То есть начинать бизнес в раннем возрасте гораздо проще. Поэтому мы всегда выступаем за ранее предпринимательство, всегда наше министерство стояло на страже этого. Мы очень в этой связи дружим с министерством образования нашей республики. И есть фавориты. Это Мегино-Кангаласский район, это Чуропчинский район, который на протяжении многих и многих лет организует школьные бизнес-инкубаторы у себя на базе общеобразовательных школ и готовят, выпускают готовых предпринимателей, детей, у которых сформировано предпринимательское мышление. Это значит, что педагоги уделяют большое внимание. Конечно. Но для того, чтобы педагоги уделяли этому внимание, конечно, мы тоже об этом побеспокоились. Я вам сейчас покажу гордость нашу. Это учебник по предпринимательству. Он вышел буквально в этом году. Он рассчитан на учащихся 10-11 классов. И я очень горжусь тем, что сотрудники центра «Мой бизнес» вот фамилии, это авторство наше. То есть это наш местный продукт, который заказали нам москвичи. Это издательство «Русское слово». Теперь такой учебник. Если он на днях получит гриф Министерства Российской Федерации образования и науки, то тогда он будет внедряться во все школы по России. То есть это очень хорошее достижение. И я очень хочу, чтобы директора школ, учителя очень трепетно относились к тем запросам, которые идут от школьников. То есть если вы чувствуете, что есть потребность у ваших детей в том, чтобы изучать этот предмет, учебник есть, мы подготовим ваших педагогов, и вполне реалистично, чтобы появился такой элективный курс, как предпринимательство, либо основы предпринимательской деятельности. Но я отдельно хочу назвать имена директоров, которые уже это делают. Они с трепетом относятся к вызовам, которые дают им дети, их ученики. И в этом году у нас очень хорошо зарекомендовали себя проекты из таких школ, как город Якутск, школа номер один. Это Таисия Николаевна Горохова, 21-я школа Шарапова Лидия Николаевна, 15-я школа города Нерюнгри, Довыденко Наталья Викторовна. Традиционно наш фаворит — это Мегино-Кангаласский район, школа имени Ларионова. Это Светлана Кимовна Игнатьева и Слепцов Николай Владимирович. Это Хатасская школа. Конечно, кроме этого, мы очень рады поддержать инициативу Жиганского района, Нюрбинского, Намского и Вилюйского. Тоже были очень интересные проекты. И вы же сказали, что это была креативная, да? Вот реально очень изменились проекты. Если сравнивать то, что было 10 лет назад, с тем, с какими проектами сейчас дети выступают, это просто небо и земля. Они действительно креативные, они действительно IT-ориентированы уже. То есть мне очень запомнился и понравился проект, который был связан, например, с изобретением пылесоса, который летает. На первый взгляд мне казалось, что это невозможно. Мне сказали, да, на основе дрона. Это вполне реалистично сделать. Поэтому это дело совсем ближайшего будущего. Либо, например, это обувь с подогревом, которую изобрели ученики Хатасской школы. Почему бы нет? Для нас это очень актуально. Либо это фитокубики, где наши дикоросы замораживаются в кубики и используются в коктейлях, например. Либо альтернатива желательной резинке, которую вы не поверите, она варится из коры березы и нашей якутской сметаны. Это пока только идея, но, тем не менее, она очень интересная и требующая рассмотрения, разработки. И может быть внедрение. Да. И очень я горжусь тем, что у нас есть еще браслет, который позволяет сразу передавать на тревожную кнопку для родственников. Если у ваших больных, либо престарелых родственников нарушены какие-то параметры, скачок давления, либо там сахар поднялся. То есть дети заботятся о своих близких и пытаются свой бизнес ориентировать уже на проблемы, связанные с пандемией, например. То есть уже социально ориентированные проекты. Конечно, социально ориентированные проекты идут. И мне очень запомнился проект девушки, которая сейчас уже заключила договор с одним из банков и изготавливает большую партию эко-масок и эко-сумок с эмблемой этого банка. То есть это школьники, понимаете? Это уже самый настоящий результат. Конечно, это реальный бизнес. И все благодаря тому, что взрослые люди с трепетом относятся к запросам детей. Поэтому, коллеги, если у вас есть дети, начиная с 14-летнего возраста и старший, если у вас есть желание, чтобы они могли сделать осознанный выбор быть им наемным работником либо работодателем в будущем, знайте, что у нас есть все ресурсы для того, чтобы этим детям дать все необходимое и возможное сделать этот правильный выбор в будущем. Валентина Жановна, вот вопрос к вам, как представителю бизнеса, как руководителю общественной организации. Вот в такой сложный период нужны ли такие объединения общественные? Они, может быть, являются нагрузкой, либо они, наоборот, необходимы? Я бы сказала, они абсолютно необходимы. И то, что у нас объединений достаточно много, это тому показатель. Действительно, мы объединились тоже в момент, когда было непросто. Это было достаточно сложно преодолевать бюрократические барьеры, было сложно доказывать, что этот бизнес имеет право существовать, что мы имеем право на такие же предоставления образовательных услуг, как и муниципальные и прочие бюджетные организации. И создание нашей общественной организации в основном было направлено на повышение статусности, на повышение качества частного дошкольного образования. Мы элементарно ездили друг к другу, смотрели, как, что можно улучшить, что можно сделать, предпринять. Поскольку тогда, еще в 2012 году, мы работали по старым СанПинам. СанПины были 1963 года, и адаптировать их к современной среде было непросто. То есть нужно было где-то выкручиваться и как-то находить выходы. Мы друг другу помогали и поддерживали. Это был 2012 год. 2020 год пандемийный, он, безусловно, нас еще более сплотил. Мы также перешли на онлайн-контакт, мы перешли на онлайн-обучение для детей, мы делали лагерь онлайн, конкурсы онлайн. То есть мы точно так же научились за 2020 год работать дистанционно, даже с маленькими детьми, которые выдерживают не больше 15 минут нагрузки. Но мы преследовали цель, чтобы ребенок, сидя дома в пандемийный период, просто не отвык от общественности, не отвык от своих преподавателей, чтобы он видел, знал, знал, что он нужен. Для него разработалась программа, и он работал дома с родителями. И эти задания с удовольствием дети проверяли со своими педагогами. Это все мы делали сообща, поскольку одно предприятие, к нам могли подключиться любые дети, мы не делим их на своих и чужих детей. Буквально недавно на днях у нас завершился международный конкурс рисунков «Мир глазами ребенка». То есть ребенок рисовал свой счастливый мир. То есть сейчас мы больше делаем акцент на позитиве, если раньше мы пытались «Родная природа», «Мой край», какие-то тематические брать сюжеты. Сейчас мы рассчитываем в основном на позитив. И у нас приняли участие более 700 воспитанников, где были подключены три страны – Пхукет, Германия, Австралия. То есть все присылали свои рисунки. То есть даже международный конкурс. Да, международный. И принимали участие все желающие, кто смог своим деткам объяснить, рассказать, как можно сделать мир своими глазами счастливым и прекрасным. Дети рисовали и подавали к нам эти работы. Мы до сих пор отправляем сертификаты участника, до сих пор отсылаем призы. Вот прямо вот у нас на страничке «Дети Якутии», кто заинтересован, может посмотреть, как вчера вручались призы в школе Пхукета преподавателями, участникам нашего конкурса. И это все, естественно, благодаря нашей совместной работе. Мы собираемся каждый год в январе, планируем свою деятельность на год, определяем ответственных, определяем тех, кто за что отвечает, и прекрасно проводим совместные мероприятия. Наталья Альбердовна, буквально 40 секунд у нас остается. Да, конечно. Пожелание для тех, кто хочет начать свое дело, хочет стать бизнесменом. Коллеги, в любом случае вы должны понимать, что все, что делает, все, о чем мы рассказывали, все сделано для вас. То есть забота нашего государства, забота предпринимательства, нашего правительства, это все выражено в тех ресурсах, которые сейчас для вас являются доступными и абсолютно бесплатными. Поэтому не ждите, когда вам будет остро необходима помощь. Старайтесь планомерно развивать себя, прокачивать себя и двигаться к своей намеченной цели. Желаю успехов и удачи. Друзья, это была программа «Якутск. Сегодня». Ее подготовила и провела редактор Сарглана Антонова. Сегодня мы говорили о деятельности центра «Мой бизнес». Спасибо.